так про новости в эту субботу был пейсмекер эти это был полностью эксперимент потому что до этого я не делала еще таких конференций нас было порядком 120 человек насколько я помню мы растем это приятно следующая конференция скорее всего будет посвящена artificial intelligence и machine learning вот я надеюсь что будет настолько же интересная и увлекательна единственно что она будет не во львове мы поедем другой город есть у нас такая традиция кочевать по городам для того чтобы все да в центре как бы могли присоединиться к нашим к нашей конференции начну рисовать постер начну искать спикеров чуть позже сообщу все детали все новости как всегда будет рассылка будет линки на регистрации все такое буду просить вас помощи помогать с поиском спикеров потому что у нас есть data science group которая занимается machine learning и artificial intelligence но как показала практика когда к нам приходят внешне спикеры это всегда другой опыт это всегда новый опыт и сама конференция по себе становится интереснее потому что много разнообразного материала так вроде все такое может ко мне есть какие-то вопросы нету окей а между прочим у нас и альфисенко лидер комьюнити стал топ перформеров от сда по хлопайте ему все замутаны никто не слышит главное чтоб хлопали а там нет нет никто как то сказать не реагирует не отвечает время не слышно реакции вот так я бы назвал это же комьюнити муж всегда сначала молчим но на самом деле давайте наверное это я думаю что все подключились же нет спасибо анонсы вот и вы видели что у нас скажем так до последнего мы держали в тайне кто же это будет спикер вот сергей сегодня расскажет расскажет немного о себе и мы проговорим про severless.net вот я тогда думаю будем начинать там я видел запись включили вот тогда сергей тебе слово окей хорошо всем привет кем я не знаком меня зовут сергей тиченко я датнет техли на софт сервер уже седьмой год поносила принципе по разным задачам да но как то так случилось что никогда вот принципе близко к клаудам или же к там каким-то технологиям меня не заносило да поэтому там более судеб обстоятельств и прочего заинтересовала эта тема да и я вот сел и начал копать и когда увидел что в принципе на комьюнити нет спикера решил предложить скажем так раз я это для себя изучал почему не поделиться да то есть поэтому сразу такой дисклеймер да я не являюсь там супер мега экспертом в этом все да я только некоторое время назад начал с этим всем знакомиться и основная идея моей презентации сейчас это больше как пошарить какой-то learning experience да то есть вот на какие грабли я наступал да где где мягенько где хорошо идти где у нас такая дорожка немножко с ямочками а может и семищами поэтому давайте как бы начинать немножко поговорим о том о чем мы будем сегодня говорить а спер первый момент да то есть обсудим вообще что это такое да что это за звери что и с чем его едят да у нас постоянно возникают новые какие-нибудь слова технологическом стеки и все хотят понять что это такое дальше мы сфокусируемся на и и жире да может быть через несколько месяцев я сделаю следующую версию да и покрою оффринг амазона с точки зрения дотнет но на данный момент есть только их поговорим что именно может и же с точки зрения теории и потом в принципе примерно половина презентации я постараюсь провести демо и в конце я немножко расскажу о том что я хочу рассказать следы следы следующей серии на нашего митинга да про как раз про amazon solution ok что же такое сервис да то есть сейчас популярное слово да там все говорят фанкшены за сервис появилась куча имплементации да там и да вы есть лямбда потом за ним потянулся эйжур создал свои функции потом еще и гугл решил не отставать а есть менее популярные вещи да такие менее популярные провайдеры такие как и bm и аус 0 и принципе serverless framework тоже на основании этих вещей построен да есть еще принципе игроки на этом рынке но это наверное основные с которыми в том или ином виде нам может предстоит столкнуться вопрос к аудитории да кто что знает кто что понимает под термином serverless спят еще если никто не говорит наверное я скажу это свою идею что когда вообще не знаешь что за environment где что и где вообще эти сервера и если они или нет ну в принципе плюс-минус да то есть ты ты понимаешь что сервер где-то должен быть да но ты тонкий принципе по факту это примерно так и есть да то есть а это принципе подход при котором мы как аппликейшн девелоперы не думаем ну и там девопсы и давайте говорить так software инженеры мы не думаем над тем какой у нас hardware какой у нас там процесс бегает и и т.д. и т.п. мы все эти вопросы да аутсорсим вендору то есть где наш сервер в принципе нам все равно как он запущен нам тоже все равно главное что тот код который мы хотим запустить да он берется и выполняется сейчас основные предложения да на рынке serverless это два таких направления это functional service или backend service или mobile backend service идея в чем идея в том что functional service о котором поговорим более детально это просто возможность запустить свой код он-деманд с любым скейлинг паттерном достаточно широкими скейлинг возможностями backend as a service это приложение в основном они как раз получили популярность в мобайл приложениях когда какой-нибудь вендор предоставляет вам уже какой-то готовый backend со стандартными фичерами а вы в этот backend интегрируете свои какие-то ну свою бизнес логику специфично именно для вашего приложения окей как serverless развивался да и как он вписывается в общую картину сервисных моделей которые нам предоставляют клауд провайдеры да если идти более-менее сначала то что у нас есть у нас есть инфраструктура сервис предложение офферинг да здесь hardware и virtualization менеджится провайдером и мы в принципе сильно за это не переживая какой у нас будет по железу сервак мы сказали там и x3 large на амазоне и все у нас все работает а дальше как amazon это делает нас принципе сильно не касается мы нам дается контроль на уровне операционной системы да и дальше мы на операционную систему можем поставить все что нам угодно все что нам нравится следующий уровень но он немножко община не всегда он имплементится да но сейчас появляется много офферингов которые называются контейнера сервис то есть факт то же самое но только мы ничего не знаем про операционную систему мы находимся на уровне какого-нибудь контейнера самое популярное слово в этой теме это докер есть еще и другие контейнеры но как-то получилось так что докер завоевал популярность и от контейнера да это некая абстракция операционной системы у нас на контейнеры ставится рантайм уже наш какой мы хотим мы на нем деплоим аппликейшен и внутри аппликейшена есть функции следующий уровень это платформа сервис здесь за нас менеджится уже очень много чего и мы только получаем контроль на уровне аппликейшена банальный пример платформа сервис наверное можно сказать какой-нибудь эйджер сиквел да когда у нас сервер баз данных хостится эйджером но мы можем себе создать базу данных и с ней работать ну или сервер там зависимости от того какие у нас потребность то есть чаще всего это как раз на уровне база данных ну и мы приходим как раз фанкшена сервис офферингу здесь в принципе все похожее но видите здесь интересно есть такой поворот как раз нам предоставляется уровень функций на основании которых мы потом строим наш аппликейшен то есть аппликейшен сам остается больше под нашим контролем но мы начинаем меньше смотреть на все что происходит вокруг аппликейшена и все что скажем так не очень нас заботит относительно самого аппликейшен то есть какие-то там инфраструкция проблемы deployment проблемы и т.д. и т.п. окей давайте двигаться дальше как в принципе если сравнивать с другой точки зрения чем же отличаются наши разные сервис модели основная идея это в том насколько они большие насколько гибко мы можем реагировать на то или иное событие да то есть если посмотреть то что было до клаудов у нас по факту были физикл сервера для того чтобы допустим запровиженить новый сервер себе да ты там шел финансовый департмент говорил мне нужен мне нужен бюджет на вот такой сервак его там опрували и там через полгода ты получал сервак и потом депло свое приложение ну в принципе прикольно но есть нюансы не очень то что бы нам хотелось дальше начали развиваться активно виртуальные машины да у нас появились private клауды и паблик клауды и время вот такого провиженинга какого-то сервера у нас стало исчисляться минутами да то есть когда у нас все настроено там зарасторить какую-нибудь виртуалку из темплейта это не долго но все равно это какое-то время занимает следующий шаг в развитии до стали контейнеры то есть у нас по факту уже сервера бегают виртуалки бегают а на них мы начинаем добавлять контейнеры зависимости от того демонта который у нас есть и мы можем очень быстро скейлить и получается оптимизировать наши косты для того чтобы вот платить там тютелька в тютельку да то за что мы тот компьютер за тот компьютер пауэр который мы использовали ну и функция сервис это концептуальное развитие еще дальше в сторону еще большего уменьшения шага и мы пришли к тому что в принципе мы фанкшена сервис мы часто говорим о времени развертывания даст скейлинга ап или даун порядка миллисекунд то есть соответственно там в течение 20 миллисекунд функция может начать может проскейлиться вверх или вниз соответственно у нас получается ситуация когда мы можем очень хорошо и гибко контролировать кост и максимально утилизировать тот бюджет который нам давайте посмотрим на то как происходит от переключения со стандартной какой-то модели приложения до в сторону сервера возьмем наверное простейший пример на проще наверно был бы калькулятор но я не знаю как калькулятор сделать сервис если он на десктопе что мы здесь видим у нас есть какой-нибудь web ui клиент толстый тонкий принципе неважно у нас есть backend логика у нас есть база данных все классическое если мы попробуем переписать вот такое приложение на сервис архитектуры у нас может получиться примерно следующая вещь первое мы можем часть наших функций за аутсорсить на какого-нибудь провайдера на например асентификация сервис хороший пример это аус 0 или же и ws когнито сервисы дальше сама бизнес-логика у нас по факту переписывается на какие-то определенные маленькие функции которые каждая делает только свою работу соответственно у нас приложение магазина да мы грубо говоря можем разделить на две большие такие фичи это поиск каких-то продуктов и покупка данной модели часто можно видеть что веб-юай клиент начинает по факту напрямую доступаться к базе многие клауд провайдеры сториджа да предоставляет и 5 и в принципе у нас есть удобная техническая возможность как раз доступаться напрямую свою очередь это несет небольшой overhead в плане того что наши клиенты становятся более толстыми то есть они начинают больше знать они должны знать как работает база данных да как маппить наши данные на те сущности с которыми мы работаем и так далее но как плюс мы получаем достаточно легковесную легковесное приложение с точки зрения деплоймента то есть нам не нужно думать какой у нас сервак да нам мы знаем что у нас тут есть набор функций которые надо задеплой а у синтези кейшн сервисы у нас external мы там должны думать только о том чтобы вовремя заплатить база данных это либо наше что-нибудь специфическое либо же тоже какой-нибудь клауд офферинг окей еще раз пройдемся по тем преимуществом которые нам дает serverless да то есть первое это reduced operational cost часть его это economies of scale to run thousand instances это суть этого в том что клауд провайдеру который там ранит тысячу или десять тысяч функций одновременно ему это экономически делать выгодно чем допустим нам хорошо нам надо там пять функций до там в течение этой минуты нам поднимать инфраструктуру которая может ранить пять функций но не очень выгодно а у клауд провайдера в принципе мы делаем а сам шин что у него всегда большая нагрузка второй момент это то что наш operational development effort для того чтобы поддерживать это все он сильно уменьшается потому что много вещей много вещей делается за нас снова повторюсь да мы платим только за то что мы используем из достаточно большой точность немножко перекликающаяся тема да у нас уменьшается сложность деплоймента соответственно опять же operational effort тоже уменьшается а интересное преимущество еще есть то что благодаря serverless можем делать достаточно быстро быстрое прототипирование и очень быстро валидировать наши идеи потому что в принципе входной порог для того чтобы вот с нуля стартовать и деливерить какой-то value достаточно маленький я имею ввиду входной порог чисто технически то есть если вы знаете язык программирования если вы не знаете программирование то у вас входной порог будет чуть выше позволяет также гибкой экспериментей шин то есть по факту для каких-нибудь стартапов это достаточно хорошее решение ну и также сейчас становится все больше и больше функционер сервис solutions которые можно интегрировать свое приложение и опять же экономить силы на написании фокусироваться именно на тут на том бизнесе в котором мы работаем но как всегда не обходится без каких-то недостатков первый из них ну то что присуще всем в принципе клауд сервисом это вендор лакин то есть мы написав код для эйджер фанк функций перенести его потом на amazon ну можно но это будет требовать достаточно больших узелий второй момент это есть все таки консерны security security мы должны об этом думать поскольку у нас становится много намного больше всяких подвижных частей мы интегрируемся с разными сервисами у нас появляется больше пространства где-то ошибиться и поймать какую-нибудь security атаку то есть здесь нужно быть таким достаточно внимательным в этих вопросах дальше есть момент в том что не всегда мы можем реюзать логику банальный пример это допустим у нас было веб-дюай приложение а потом мы решили что мы хотим к нашему сервису написать еще мобайл приложение некоторые вещи будут так или иначе дублицироваться хотя в обычном подходе к написанию лейра архитектура мы эту бизнес логику могли оставить на сервере банальный пример это доступ базе данных если мы делаем его напрямую не через функцию следующий следующие несколько пунктов они больше относятся к техническим ограничениям функции да то есть первое это то что у нас функции стейтлесс соответственно мы когда их имплементе им должны понимать что состояние функции хранить не могут потому что следующий раз может быть вызван совершенно другой instance этой функции соответственно если нам нужен стоит нам нужно использовать какой-нибудь state full провайдер базу данных какой-нибудь кэш сервер неважно дальше принципе все провайдеры имеют лимит на время выполнения функции соответственно если у нас нам нужно сделать очень много процессинга да то может быть это не наш вариант либо же его разбивать на какие-то шаги делать такой пайплайн ну и еще один момент есть такой стартап лейтенси то есть если у вас допустим не было никакой нагрузки и пришел вызов на функцию то первый старт может затянуться достаточно долго там порядка секунд 10 секунд 20 секунд иногда потому что ну допустим если брать дотнет то ему функции надо скомпилироваться если брать и ws там с тем же с джавой дотнетом тоже нужно скомпилироваться запустить виртуальную машину но есть расход если для вас это критично принципе рекомендуют такое решение которое написать еще одну функцию которая будет работать по таймеру и периодически дергать ту функцию которая вам важно у вас будет небольшой overhead по ресурсам но с другой стороны вы гарантируете то что у вас функция всегда готова к выполнению любой момент для чего это можно использовать но самый простой это какие-нибудь задачи основанные на расписании да там клина плогов генерить там месячный отчет или нере там дневной отчет и так далее дальше очень часто используют имидж процессе на допустим когда у нас пользователь оплодит какое-то свое персональное фото мы часто хотим сделать версии этой фотографии разного размера для того чтобы отображать в разных частях сайта то есть фанкшен и сервис для таких задач вообще просто идеальное решение и также интеграция между разными сервисами да то есть я дальше расскажу какие есть возможности у эйжура но в принципе мы можем абсолютно разные сервисы интегрировать между собой для того чтобы производить какой-то процессе мы опять же все принципе ограничено вашем воображении ну и немножко техническими возможностями самих функций окей перед тем как мы перейдем к следующей части может у кого-то есть какие-то вопросы на по такой общей теории но у меня есть вопрос как эти лента функции точнее глянда например да общаясь между собой таким протоколом то есть какие накладные расходы на то что и если строить эту систему с методов какие накладные расходы на транспорт но в том-то и дело что как раз лямбда функция о соседней лямбда функции не знает то есть мы общаемся с ней через ту же самую интеграцию либо же мы используем какой-нибудь нас очки да то есть одна функция кладет сообщение мы с очки вторая функция в ней есть триггер на этот нас очки она получает это сообщение либо же мы делаем опять же через какой-нибудь http и 5 вызов ну просто по http принципе провайдеры рекомендуют первый способ да когда мы с очки он больше заточены вот такие вот такие сценарии но опять же все зависит от конкретной задачи то есть выглядит так как будто в любом случае нам все равно нужно сделать какой-то фасадный сервис который будет выступать связующим за вину между фронт-эндом и собственно там система этих лямбд ну целях оптимизации как минимум да ну тут я может не до конца понимаю вопрос тут больше идет как мы пишем функцию под специфичные задачи то есть если у нас то есть я не уверен что у нас есть смысл вообще рассматривать эту функцию как фасад перед чем-то если он если мы хотим запустить какой-то процесс мы пишем функцию которая запускает этот процесс да и опять же через те же мы с очки запускает опускает данные которые потом по своему пайплайну процессе если же это у нас там более-менее простые там как записи в базу то тут понятно это не вопрос я понял суть вашего вопроса или же не очень наверное просто я пытаюсь немножко чем это отличается от микросервиса микросервис пакетжится по фичам а фича это много функций здесь мы пакетжем но здесь у нас и юнит является сама функция то есть мы можем но это скажем так вот был как он называется вот можем сказать был монолит мы его разбили на микросервис из группировали все по функции следующий этап мы взяли микросервис и разбили все по отдельным функциям которые мы можем независимо скейли то есть если у нас там есть пять функций которые в принципе логически могли подойти в один микросервис но одна из этих функций имеет наибольшую нагрузку да то мы в принципе только эту функцию можем проскейлить и остальные оставить да то есть соответственно у нас еще более детальный и глубокий метод вот контроля над скейлина в принципе понятно спасибо но я тут еще хотел добавить мне кажется парадигмы а вот а вот этих функциях надо думать вот как от таких чистых функциях да вот как функциональном языке что-то маленькое такое например вы только передаете параметр она ничего не знает окружение где запускается там даже если вы какой-то триггер там блок то вам все равно передают параметр где какой взять файл и что с ним делать и все то есть например как функция сложить два числа да то есть это хорошо вы только передаете числа нам возвращает результат а если вы уже используете например инт да там инт как микросервис да там тип он умеет складывать вычитать вот им делаем как микросервис но он составляет состоит из добавления удаления деления куда вы там но передаете чистой функции и постоянно получаете один и тот же результат независимо от внешнего окружения окей еще вопрос окей хорошо давайте двигаться дальше давайте немного рассмотрим именно и же офферинг то то что нам предоставляет и же как я говорил в какой-нибудь в одной из следующих сессий когда будет свободное окно то я в принципе имею желание рассказать и про это был вес хорошо что у нас может эйджур да начнем с того скажем так сначала на что может стригерить нашу функцию на что может запустить ее на выполнение простейший это таймер мы запускаем по расписанию каждые пять минут я хочу проверять там не знаю какие-нибудь новости или еще что следующий это ищите пи на то есть мы можем отправить ищите пи запрос на определенный ресурс и получить ответ но стригерить функцию которая вернет ответ либо же отправит какой-нибудь процессе на дальше следующая в принципе немного перекликается но чуть-чуть все таки другой это вебхук допустим мы сейчас посмотрим дальше и же предоставляет стандарт пока что только один стандартный вебхук это гитхаб то есть когда ты закоммитил какой-то код на хитхабе у тебя может сработать твоя функция и что-нибудь сделать не знаю посчитать код quality и отправить письмо девелоперу сказать ты молодец и есть такая категория триггеров в принципе это интегрейшн с другими системами на эйшер предоставляет много интеграции со своими сервисами видите у нас есть storage у нас есть документ дебе у нас есть event хаба у нас есть notification хабы мобайл аппликейшн и сервис бас дальше есть external вещи у нас есть гитхаб как вебхуки у нас есть в принципе вебхук in general то есть мы можем любой другой сервис подвязать на вебхук на вебхук просто вид хаба он сделан именно специализированным можем также он премисос решение использовать как когда мы используем сервис бас и есть интеграция с таким смс сервисом твиле что дальше дальше то на каких языках мы можем работать пока что хорошо саппортится у нас все шарп фшарп и javascript есть экспериментал саппорт для баш поваршелл пайтон и пички что это значит что допустим с ажуровской консоли с юая я могу писать javascript c sharp код допустим баш и пайтон по моему еще нет саппорта но в принципе они над этим работают я не удивлюсь если через неделю посмотрите то презентацию вспомните зайдете скажите о она уже там работает а нам говорили что нет вот что дальше дальше пришло время дэма и у меня дэма будет состоять из двух частей на то есть первая часть это дэма для домохозяек то есть мы не очень хотим углубляться в то как она внутри работает нам нужно какие-нибудь простые от хок решения и мы будем смотреть в основном на то что предоставляет эйджер консоль я сейчас сделаю свечность на свой лаптоп и будем надеяться что sky for business отработает этот сценарий нормально нет он не отработает этот сценарий нормально ему нужно сказать что есть человек который хочет пошарить контент да сделай как презентер а он это не все есть сейчас произойдет нечто страшное и 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 так вы должны видеть эйджер консоль этим хорошо я быстренько перед дэма я создал специальную этот ресурс группу да для дотнет комьюнерс идти и также для того чтобы саппортить наши дэма я создал storage аккаунт создал в нем табличку для того чтобы прибыли данные готовы просто для того чтобы сейчас сэкономить время мы идем давайте создадим нашу функцию то есть выбираем фанкшен об вот стандартный от майкрософта и кнопочка create и что у нас здесь он просит ввести имя я надеюсь что такое имя не занято отлично больше никто дотнет комьюнити нигде не ранит или по крайней мере в данный момент вот моя ресурс группа я выбираю consumption план location ставлю ближайший к нам это западная европа и у меня есть storage каунт специально для этого дэма окей кнопочка create он показывает что наш деплоймент запустился и сейчас ему нужно дать просто некоторое время пока он это все создаст время разное у меня бывало так что он создавал это быстро сейчас чуть-чуть медленно ну как есть юай простой да то есть забегая наперед да могу сказать что microsoft видимо много эфорта вкладывал именно в юзер экспириенс юая и у него как раз больше работы осталось для работы с айды и так что что я хочу я хочу чтобы у меня было и 5 функция да немного отклонюсь сторону да я эмулирую простой таск лист у меня туда лист у меня есть таски которые я могу там создавать и смотреть пока что это две функции которые мы будем имплементить рамках дэма но в принципе идея достаточно проста им ее можно расширять на на любые сценарии я в принципе адепт си шарпа не очень честно полюбляю javascript но приходит поэтому будем писать на си шарпе дальше есть тур там ничего сильно интересного вот создается у нас такая функция у нас есть какой-то стандартный набор данных стандартная имплементация которую в принципе можно тестить запускать и смотреть давайте я вам покажу как это работает то есть у нас есть специальный юай мы выбираем какой метод мы хотим запустить эта функция поддерживает все методы поэтому можем там с чем-нибудь очень интересным туда зайти нас есть body нас есть query вот этот код это так называемый function код он используется просто для авторизации доступа то есть без этого кода функция вернет access denied result для того чтобы защититься от ddos атак поэтому когда вы будете интегрировать это понимаете что в том или ином виде должен быть аксесс токен который будет передаваться в нить давайте попробуем запустить и здесь есть юай ауткут и вот наша функция в принципе работает она уже хостится и чуть дальше я вам покажу что она и и реально можно запустить даже с экстерным ресурсом окей стандартный юай я если честно пока не нашел как переименовать existing функцию поэтому я сейчас делаю немножко вот конем и удалю и когда вы заходите не самого начала юай создания функции еще другой здесь можно выбрать язык отфильтровать темплейты и по каким-то сценариям да то есть я беру csharp api webhooks и вот простейший http триггер я его назову get tasks да я хочу создать по факту доступ к своей базе данных до через функцию просто хочу получать данных а есть такой параметр как авторизейшн лэвл да есть админ это админ аккаунта есть анонимный в принципе можем выдать функцию шоу кто угодно мог ее запускать но security консернов лучше этого не делать кроме тех случаев когда вы точно знаете что это что вы хотите ну и я выбираю функцию в принципе этот подход работы здесь тот же самый темплейт но я бы хотел его чуть-чуть переписать начнем со следующего есть вкладочка integrate да где можно через юай создавать описывать свою функцию да то есть у меня есть триггер http он говорит что у меня много методов олот я говорю что эту функцию я хочу чтобы вызывалась только через get это имя параметра которое я буду использовать в коде авторизейшн левел мы уже знакомы мод стандарт или вебхук вебхук мод понятно чисто для вебхуков руд темплейт я могу я могу сказать по какому роуту он будет доступаться по дефолту роут идет следующий идет домен доменное имя .net community demo slash core azurewebsites .net потом slash api это дефолтный роут префикс его можно вырайднуть и дальше идет имя функции то есть наш url url будет пока выглядеть как gettasks если я хочу сделать что-то более похожее на rest я хотел бы сказать что пускай мне будет api slash tasks ok здесь сохраняем дальше как input параметр я могу добавить экстернал сервис например azure предоставляет хорошую интеграцию со своими сервисами как это ни странно как input я хочу добавить данные из таблицы таблицы у меня табличка переменная таблицы будет называться tasks table в моем storage табличка называется tasks это дополнительные параметры которые в некоторых ситуациях могут быть полезны но это это специфично для table storage дальше storage account connection мне нужно создать новый я выбираю .net community demo он мне создал новую строчку и сохранил а output байдинг чисто говорит о том что как результат этой функции у нас будет возвращен какой-то http response в принципе для вебхук сценариев он может им ничего не возвращать но при определенных случаях окей странно у меня куда-то слетел connection ну тут он есть я его переименую на что-то более простое покажу вам что здесь есть вот та UI которую вы видели да это в принципе редактор вот этого джейсона и если вам UI почему-то что-то не делает то что вам надо да как в данном случае вы можете этот редактировать поскольку я поменял connection string да мне нужно пойти в app settings и дать правильное имя этому connection string просто для того чтобы у меня все вместе потом синхронизировалось быстренько save как раз обновляет апсеттинг и он относительно небольшое время но успешно это смог сделать хорошо сам function код да после того как я добавил новый параметр здесь да table storage я должен ввести его здесь тип данных можно вводить как cloud table а это это предоставляется namespace microsoft windows azure storage но есть более простой вариант если вы чисто читаете да в принципе можно сделать вариант как iquariable я тип пока пропускаю сейчас мы к нему вернемся вот есть что вы понимали cloud table не имплементирует queryable интерфейс это оснастка уже azure functions правильно бандит эти параметры позволяя как раз предоставить то что мы хотим давайте чуть-чуть вернемся к модели данных у меня есть это microsoft azure storage explorer приложение десктопное которое позволяет вам работать со сториджем онлайн смотреть что там происходит у меня есть моя табличка tasks я специально для демо заполнил ее некоторыми данными модель данных простая но но она сейчас не является как бы темой дискуссии может быть если я наберу достаточно lessons learned в этой теме также где-нибудь можно будет про это рассказать сейчас здесь две записи для того чтобы проверить что у нас все работает модель данных какая у нас есть partition key row key я замапил сюда это две два обязательных property table storage я замапил сюда юзера и замапил сюда id task есть timestamp используется чисто внутренне для table storage его менять нельзя но есть название для этого я быстренько подготовил такую себе модель да для того чтобы сэкономить время мы воспользуемся магией копипаста и добавим нашу модель дальше первый момент мы наследуемся от специального класса который понимает table storage да для того чтобы правильному он как раз предоставляет маппинг на partition key row key для того чтобы этот класс заработал мне нужно сделать две вещи первая вещь это указать референс сборки вот такой интересный синтаксис связан с тем что это не обычный c-sharp файл это csx файл c-sharp скрипт появился вместе с просленном позволяет он как раз появился дополнение к как он называется рэпл окну то есть когда мы можем прям visual studio выполнять какие-то команды и запускать на обработку какой-то c-sharp код эта директива просто говорит что нам нужно сделать assembly reference есть список assembly которые зареференс есть список assembly которые доступны но их нужно явно зареференсить если нам нужно third party assembly зареференсить там есть нюансы я чуть позже к ним вернусь storage нужно давайте чуть-чуть ускорить у меня есть заготовка кода нужно сделать using для того или иного namespace и в принципе в простом варианте мы можем сделать вот так return request create response task table to list окей давайте попробуем теперь то что у нас есть протестить мы выставляем параметр get request body нам не нужен query у нас остался и скрестим пальцы и запустим вот вы видите появился какой-то результат ну вид не очень удобный давайте я вам покажу что эта функция реально живет есть такая штука как postman да в принципе кто не знает может есть такая штука как filler позволяет просто тестировать ваши API обратите внимание да есть какое url есть сайт на котором хостится slash api slash tasks дальше идет параметр и попробовав мы запустили увидели наши две записи да все в принципе работает он спокойно замапил выдал нам как json все отлично как вариант вот этот ключик если мы хотим ну если мы перфекционисты и не хотим портить url таким странным и длинным ключом мы можем указать header специальный x functions key поместить его в значение и тоже отправить все работы если этот header выключить у нас получается 401 ошибка а а а и что дальше в принципе это первая часть демо да то есть мы здесь можем достаточно легко и быстро девелопать прототипировать запускать прямо с юая то есть все минимум отвлечений бери и работ в чем недостатки недостатки подхода в том что здесь плохо работает интеллисанс допустим есть trace writer я ничего не увижу но саджешинс поэтому немножко ну не хватает дальше опять же есть нюансы по поводу настройки зависимости референса и т.д. и т.п. удобнее именно если мы говорим о каком-нибудь продакшн коде да девелопать все-таки visual studio и это и локально грубо говоря а этот подход я больше рассматриваю как какой-то прототип или сделать какой-нибудь fine tune на лету да в принципе use case такой что у меня там опечатка да появилась какая-то бага я полез за 5 секунд пофиксал и все мои юзеры уже работают окей хорошо какие-нибудь вопросы по этой части есть у меня есть вопрос привет да вопрос по поводу я могу это куда-то заэкспортить потом заимпортить именно вот эти функции настройки какие-либо ну заэкспортить в смысле вот я тут написал а потом себе слил и дальше ну в репу да нет не обязательно просто чтобы где-то у меня это в соус контроле лежало или как-то так ну не знаю ну я понял обычно просто здесь воркфлоу идет наоборот у них есть поддержка континент интегрэйшн и деплоймента ты можешь привязать свой гитхаб допустим на то чтобы там по коммиту или по какому-то событию у тебя деплоилась функция а как я и говорил да если мы делаем какой-то продакшн левел девелопмент да то скорее всего что мы пойдем сначала с ibs source control а потом это уже задеплоится сюда вот еще маленький вопрос по этой части function up settings можешь показать что то что там есть вообще доступно здесь сейчас секундочку здесь очень много различных инструментов для работы с функциями да то есть ну если вкратце да мы можем открыть дев консоль это этот мы можем посмотреть на файловую систему вот сейчас это физически физическая локация где хостится мой этот как это моя функция да то есть вот есть get tasks если как раз отвечать на предыдущий вопрос да прямо то вот есть доступ к файловой системе и можно эти файлы скачивать есть здесь различные инструменты можно даже сейчас я не вспомню как здесь то есть можно открыть visual studio онлайн IDE и прямо оттуда редактировать код то есть чуть удобнее чем на предыдущем view то есть основное это куду надо смотреть ну да это это куду как раз то есть настройка аппликейшн сеттингов различные ключи и прочее апп сервис планов то есть все что может относиться к этим вещам скажем так идти сюда по деталям это нужно еще наверное полчаса времени минимум чтобы такой high level overview поэтому это не очень в скопе презентации но вам никто не запрещает пойти посмотреть такой вопрос а возможно ли в эти функции подключать кастомные какие-то DLL которые уже готовые на C-Sharp с этим есть маленькие проблемы скажем так если забегая наперед вокально я смог подключить кастомную DLL написанную да допустим основная идея была такая что есть вот этот класс task entity да который у меня в двух функциях или во многих может повторяться я хотел его вынести в какую-то ну share это assembly а как обычно на в документации рассказано вот сделайте вот так и все работает а ты сделал вот так и у тебя ничего не работает то есть может быть я еще просто не нашел ответ на этот вопрос может быть оно пока еще ну не до конца поддерживается ну такая возможность есть спасибо ну скажем так она декларируется ну смотрите тут есть два варианта подключать то есть например если там json конвертеры и всякие штуки да вы можете через newget подключать да у вас вот это скриптовый язык соответственно пишем решетка r и указываем newget да он у нас подключает можно вот так вот сделать также функции можно запускать с при компилированных сборах да то есть вы длельку и говорите вот моя длелька вот здесь вот такая функция запускай это вот из таких вариантов то есть в принципе и опции есть спасибо еще вопроса или я переключаясь на айды я окей хорошо идем тогда пойду я покажу workflow как как это работает да с точки зрения девелопера нашей родной visual студии по по functions назовем создается проект да абсолютно пустой в нем есть несколько файлов файл первый файл host.json он в принципе используется для хостинг environment он там пишет свои данные основное что ему нужно это какой-то хостинг айди я честно еще не до конца разобрался что это такое но я пока видел только один use case использования второй файл app settings это то что мы можем конфигурить через юай а и я сюда добавлю быстренько одну свою строчку потом сюда не возвращаться это connection стринг к моему development сториджа хорошая вещь это то что для девелопмента я могу использовать вот такую строчку use development сторидж и он все мои реквестики сториджу будет направлять на мой локальный сторидж эмулятор который мне позволит ну ни о чем не думая запускать плюс-минус то же самое и сторидж эксплорере да у меня есть как раз девелопмент аккаунт здесь у меня тоже есть табличка которую я подготовил здесь та же самая функция окей давайте добавим функцию это будет простой http триггер имя у нас будет create task и функция authorization окей идем сначала в бане да так ребят я извиняюсь мне тут сейчас с митинг румой надо решить вопрос буквально минуту окей и так и так 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 и так и Продолжение следует... Продолжение следует... Ну, по крайней мере, я еще сижу. Хорошо. Снова-таки, HTTP, Trier. Все эти свойства, которые вы видели на UI, можно видеть на... Ну, можно редактировать в этом JSON. Я хочу ограничить доступные методы для моей create-функции только постом. И я хочу провайднуть road, чтобы это было что-то REST-подобное. Как-то так. Дальше. Я добавляю еще один... Я добавляю еще один параметр для моей таблицы. Назову его... Опять же... Это будет... Tasks table... Table... Тип... Table... Direction... Out. Почему Out? Потому что... Мы берем таблицу и записываем в нее. В принципе, я большой разницы между... В контексте именно таблицы in-out я не видел. Но, скажем так, логично это out. Можно попробовать in. Ну, могут быть... Скажем так, есть место для экспериментов. Table name. У меня таблица называется tasks. И... Connection... У меня... ToDoStorage. Вроде сделали. Идем. UI здесь. Такой же базовый пример. Я... Снова воспользуюсь магией копипаста. Сделаю... Такую штуку, чтобы сэкономить время. В принципе, немного уже out of time. Что здесь происходит? Снова... Референсим DLL-ку. Using namespace. Нюанс. Мы добавили параметр. String ID. Да? Который приходит нам с URL. И... Интересная вещь в том, что с Azure UI вот такую функциональность сделать нельзя. Ну, по крайней мере, ее можно сделать написать, но ты ее не протестишь. Он, ну, почему-то не мапит, не дает. И дальше вы здесь видите как раз Cloud Table, потому что я буду ее как раз менять. Опять же, простейший сценарий. Ну, здесь маленький сценарий, мы можем использовать логи, да, для того, чтобы дебажить. Многие... Я это сам не мог, не имел возможности убедиться. Многие советуют добавлять достаточно, ну, детальное логирование. Но, опять же, не чересчур. Потому что сама технология еще, ну, как, молодая. Может быть много проблем. И чем больше у вас есть логирование, тем больше у вас информации для того, чтобы анализировать, откуда растут ноги у дефектов. Дальше простая бизнес-логика. Мы создаем таску. Я пока тайтл делаю хардкодом. Делаю insert в таблицу. И возвращаю result-код. Давайте попробуем это сохранить. И попробуем это продебажить локально. Запускается Azure Functions CLI. Вот он говорит, что в host.json нету айдишника. Я туда поставлю тот айдишник, который я хочу. И вот он говорит, что только сейчас он мне говорит, что у меня что-то с компиляцией не так. Проблема в чем? В том, что это csx файл, c-sharp скрипт. И он компилируется перед самым выполнением, поэтому тут есть нюанс. Один нюанс это то, что я до рантайма не знаю, что у меня правильно или нет. Второй нюанс это то, что IntelliSense support еще не полный. Например, я хочу написать var-a. У меня получается что-то интересное. Или же log. То есть, ну, немножко, скажем так, не то чего ожидать. Но что есть, то есть. Зато он умеет добавлять те namespace, которые тебе не нужны. Хорошо. Попытка номер два. И десять. А еще нет. Все, теперь есть. У нас запустилась функция. Давайте пойдем на постман. Еще раз смотрим на development storage. У нас есть только две записи. Идем в наш постман. Говорим, вот тебе urla, сделай ей пост. Вот тебе guid. Хедерсы не надо, потому что мы локальны сейчас. И... Опача. Все. Наша таска создалась. Тот же guid. И наш storage обновился. Что дальше, да. То есть еще один шаг для улучшения этого примера. Это... Давайте добавим parsing body. Для того, чтобы сеттать type. В принципе, можно использовать serializer, если вы знаете конкретный тип, который вы хотите распарсить. Если вы хотите делать более динамический parsing, можно использовать jtoken. И мне надо зареференсить пару namespaces. Мне нужно зареференсить библиотечку. И мне нужно добавить space, чтобы у меня все работало. Окей. Идем в постман. Пишем body. уговорим... Поэтому... Legal heating. Вводим. Бодюшик. Теперь запускаем нашу таску. в принципе поскольку это скрип можно было не перезапускать но так чуть надежнее и отлично все просто у меня такой ключ уже существует вот все вы видите title from body refresh есть промо ну и теперь самый интересный шаг это все таки это все за деплоить и посмотреть как она работает хорошо что здесь хорошо работает паблиш то есть интеллисенс не очень но с паблишем как раз все хорошо я выбираю свой собственно я говорю что вот хочу на этот на эту функцию это задеплоить он нет генерал креденчалы валитает connection не работает но все запускается так как надо сейчас отработает превью покажет мне файл дифа sample файл emd я не хочу это тоже я не хочу там видеть апсетинги там есть свои паблиш успешен возвращаемся в наш ажур юай и мы нашли нашу таску можете посмотреть что в принципе здесь все те же самые параметры все работает и давайте попробуем с того же постмана запустить эту таску и генерируем говорим что это пост баде говорим и вот у нас все подхватилось посмотрим в таблицу вот наша новая таска в принципе вот плюс минус простой workflow как это работает да и такое небольшое самое а все-таки тут есть еще над чем работать что улучшать да то есть это интеллисенс лично меня он немного огорчил в этом плане второе есть такая банальная штука допустим я хочу сюда добавить команд файл говорю new item и все то есть пока что это но он ищу данные на их и бах трекере есть то есть я не могу по факту добавить файл нормальный способ я должен создать физически сделать этот здесь тинхайта а радует то что очень хороший все таки локальный development experience особенно дебаггинг да то есть ты можешь очень хорошо прогнать свою функцию проверить интеграцию с разными сервисами и в конце концов запаблишить есть небольшой workaround как решить проблему с отсутствием интеллиссенса я создавал просто в этом же солюшене стандартный консоли класс лайбрери девелопил то что мне надо писала потом просто копипастил вот то есть в принципе фича мне понравилась да прикольно со временем да то есть я какое-то время с ним поигрался поначалу было тяжко потом как-то привык его ограничениям начал ходить как-то уже не по прямой а как-то чуть-чуть изворачиваться и принципе стало приятно с этим работать вот какие у вас есть вопросы по этому у меня наверно есть пара вопросов спасибо интересная презентация тема интересная и я так смотрю это выглядит как некое такое развитие спидут на 2 бабе заточена на айзер платформу то есть ну скорее просто как думаешь он там заменит вы бабе но это чуть-чуть другое баба подает тебе уже контроллер который реализует какую-то фичу а это как раз на уровень ниже на по сути тут если если вроде контроля один контроллер один action то до 1 воде может наверное это больше развитие веб-джобов в инжире есть sdk веб-джобе веб-джобы и эйзер санкции построены как раз на этом фреймворке это наверно более такое логическое развитие спасибо их еще добавил один важный момент что я упустил то есть практически там все статьи которые рассказывают о том что ну как как с этим работать некоторых статьях прям так и пишется вайл-ридинг с артикл вису я фамилиров из за из артикл и ссылка на какой-нибудь там как работают веб-джобы условно то есть они много базируются на его функционала а кстати это вижу студии 17 17 как раз в семнадцатой студии еще нет саппорта для этих функций это это еще один робы то есть там нету тулинга нету темплейтов но это в принципе я думаю можно сделать но придется преодолевать преграду у них на этом на еще трекере я находил эту ищу и они говорят да как обычно только будет время мы это заимпровуем но хотим как можно скорее еще по поводу и пиа и в принципе у и жарким видно такое вот направление что они хотят сделать это как возможность писать какие-то и пиа и такие рестовый подход они даже для этого сделали специально сейчас фичу прослойку и же фанкшн проксис потому что сейчас если вы посмотрите беда вам нужно но скажем так параметры вы всегда можете в одном передавать на то есть нельзя как передавать в гейте например как вопрос да там айди равно чему-то чему-то как мы привыкли в такой ресту архитектуре вот есть у них как раз прокси для того чтобы бэкэн то вот например то что сейчас показывать бэкэн турла это будет указывать на и же фанкшн да там и не раут тимплей можно настраивать уже как мы привыкли наподобие в sp.net mvc в бэй пиа и фреймворки то есть там можно уже управлять самим раутингом в руле и прямо редиректить на бэкэнд но бэкэндом будет урл это будет айджер фанкшн еще такой просто не там видел закладочка монитора есть функции да можно как-то статистику по не получает это статистика просто поскольку как раз меня вызывали количество саксесов количество фейлеров пока он не up-to-date если сейчас пройдем вопросы если позволит время могу глянуть на свой другой этот фанкшн который некоторое время крутился но его никто в живую не трогать на тому могут данные уже могли прийти со временем он показывает сколько раз а вот видите 6 минут назад кто-то дернул пост это получается логирует сразу то есть сразу если логинг логирует и видите вот то что я писал этот трейс райтер и он тоже знает информация то есть это как раз то дебаг информация которая очень важно особенно если у вас статусный success и это тоже где-то настраиваться там объемы эти же головы и так далее несколько лет не будет эти записи хранили я не знаю честно я до этого не дошел но да она должна настраиваться и в некоторых нюансах в некоторых статьях я видел что типа не переборщите с варбол с логингом то есть если вы хотите продемажить задеплойте временную версию с варбол сом потом когда вы типа поигрались но уберите варбол с окей еще вопрос хорошо тогда переходим к заключительной части возвращаемся к нашей презентации в общем что я для себя взял да суд вот этого небольшого приключения союз функциями но и сервера сам принципе сервера сам я какое-то время уже давно читал концепцию да но вот именно как что-то пощупать реальное вот появилась возможность только недавно первое да это все-таки пока что limited tooling support да то есть я слишком сильно может быть привык к интелли сейнсу и есть второй нюанс да то есть 2017 версию они не успели провайднуть саппорт эйджер функции пока что но если продукт вышел там пару недель назад я думаю скоро наверстает вот тот вопрос который упоминался я вот так и не смог пока что задеплоить приватную ассембли иду по гайду слово в слово ничего не происходит что не так не знаю если брать shared assembly то у этого у эйджер функции есть саппорт не гета если вы видели был такой файл project джейсон это как раз файл в котором можете указать все свои референсы и эйджер фанга функции подти ну сеньги пэкэджи подтянут и вы можете их референсить то есть для паблика сомли сдать которые проводятся через не гет проблем нету для правил от и сам близ ну были нюанс я не знаю может может это у меня кривые руки я пока еще не могу гарантировать может и правду ищем дальше как бы один из очевидных уроков но я реально вот как-то это переосмыслил до самый лучший способ понять как что-то работает взять и что-то написать пускай даже примитивная да то есть я вот взял простой таск лист и много чего наелся да то есть я думал что я напишу это быстрее чем я по факту написал опять же как только чуть-чуть с ним поиграешься да становится легче и как-то ты больше его понимаешь ну еще один такой shout out как раз инжиниринг комьюнити хорошо мотивирует что-нибудь изучить достаточно быстро в жатые сроки да то есть я я начал учить потом разбираться смотреть потом как раз подошел пришел анонс инжиниринг комьюнити looking for speaker появилась идея типа а почему бы и нет ну и в общем я тут единственный сайт я сегодня спал три часа но это такой издержки производства вопросами но мы в общем поговорили да то есть меньшее слайды поменяем дальше что я хотел бы еще осветить да вот эту проблему свои узи нам правил правил тестом близ я хотел бы все-таки решить да и если я смогу то я следующей моей части презентации это расскажу следующую презентацию да я хочу все-таки посвятить в основном и дабы с лямбде посмотрим что она умеет как она работает да и провести небольшое сравнение с точкой зрения дотнет девелопера да допустим сравнение между эйжером и и дабы с ну и все есть немного ссылок да принципе это две основные ссылки которые ну дали мне наибольшее количество информации ну окей у вас есть еще вопросы если нет то спасибо за внимание такой маленький вопрос в продакшене использовался этот код ну у меня в моих проектных задачах такого нету да поэтому не использовался многие люди его используют да то есть я читал некоторые блоги допустим один чувак имел свой сайт и видел что его активно додосили сайт хостился на клаудфлеере он сделал такую штуку он написал функцию которая по определенному триггеру по моему это был даже таймер триггер собирала информацию с клаудфлеера кто чаще всего сейчас запрашивает его сайт если это по каким-то критериям он определял что это там додос не додос он их добавлял в черный список на клаудфлеере через некоторое время там он проверял айпишники в черном списке и удалял их оттуда да то есть если это работает под нет да реальный юзер с его компа какой-нибудь троян начал грузить сайт потом перестал а юзер потом как бы не сможет зайти поэтому он делал реверс такого штуки и в принципе показал что первое это работает да у него реально сайт юзер стал намного лучше второе он за это ничего не заплатил у эйжера есть свой фри лимит на использование и чувак вписался в этот фри лимит хотя у него две функции бегают по моему каждый час ну и там в течение какого-то времени там несколько секунд то есть у меня своего реал экспириенса нет пошарить но пошарил чужой спасибо алло может для меня особисто це не дуже серверлес якась технология серверлес я взагалі б мав на я я зрозумів в принципе основная концепция да и де ось мартин фаулер а він тут добре описал и ну звідки цей термін пішов просто основная идея в том что килька людей на каких-то конференциях презентациях називали свои решения серверлес и их решения были сам саме те что я описал да коли мы не відповидаемо за ну не менеджимо сервер а працюємо чисто с кодом так да взагалі в принципе да биткоин и ну це ну да це такий в принципе цікаве цікава думка да це теж можна називати своїм серверлесом але якось почти я думаю історія складеться так що серверлесом будуть називати саме це а вже биткоин якимось децентралайз менеджет системи щось таке ну как ни крути все равно ж нельзя там ну без комп'ютинг инстансов никаких ну да тут тут как раз що блокчейне что торрент они тоже зависят но если не будет пиров никаких но не будет серверов то и раздачи не будет там наверное больше имеется ввиду что нет централизованного контроля ну як раз я до такой системы наприклад яка вживає тобто там бил кілька нодів або поинтів і система живе собі далі ну а тут грубо кажучи все рівно є центральна точка відказу да ну якщо я думаю ейжур ейдабіл ес чи будь-хто буде робити так щоб навіть якщо там в якомусь в якійсь півкулі впаде метеорит то у нас буде той все одно доступно я наприклад просто я цікавюсь таким системами колись доводилось навіть трошки ніби робити відпадала ціла мережа наприклад тут була якби локалка та в локалці було кілька систем і вони вміли між собою навіть говорити між собою щось там обмінювати ці дані потім коли вертався інтернет скажімо так глобальний інтернет то вони синхронізувалися з глобальним от я щось думаю що це щось таке буде цікаве щось ну що якось саму синхронізовуючися тут ну я перепрошуюсь це большая проблема с неймингом всегда поэтому но но тут то что наверно говорить это больше такое мэш да вот то что сейчас идет как мэш-нетворк ну и если про программирование говорить это хорошо видно в там орлеанс акадот нет где такая вот есть модель акторов работает у меня уже выгоняют из комнаты тогда поблагодарим тебя сергей если что тебя знают как это найти спасибо тебе огромное очень круто окей спасибо спасибо пока всем хороших дня спасибо 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 за просмотр!